Всем привет! Это новый обзор от Mob.ua, а у микрофона я, Амортис. Поехали! Думаю, то, что ты сейчас видишь на своём экране, даже не нуждается в представлении. И тем не менее, правила вежливости никто не отменял. Поэтому знакомьтесь. Соник — это зритель. Зритель — это Соник. И теперь Синий Ёж добежал и до мобильных платформ. Прежде чем начать говорить о данном конкретном продукте, давай-ка окунёмся в историю и поговорим об этом персонаже вообще и о серии игр, посвящённой ему. Родился Соник в 1990 году, когда компания Сега, решив свергнуть старого пыльного идола Алекса Кида, повелела сама себе создать для себя же нового брендового персонажа. Разработчики разбились на группы и начали изобретать. Среди изобретений были собаки, кролики и чёрт знает сколько представителей земной и не очень земной фауны. Но никто из них не смог угнаться за ёжиком, и победила группа, называвшаяся Соник Тим. Таким образом, ребята из Сеги пытались хоть как-то пробиться на широкие просторы больших тиражей. Напомню, что в те далёкие времена другой гигант, компания Нинтендо, вовсю форсил своего водопроводчика и спасителя принцесс, великого и ужасного пожирателя грибов, Марио. Таким образом, чтобы высунуть голову из бочки с говном и глотнуть свежего воздуха, Сеге нужен был символ. Им и стал Соник. Очевидно, что сценаристами абсолютно любой из выходивших тогда игр были генераторы случайных чисел в случайной последовательности. И мы получали то, что получали. Правда. Задумайся на секунду и попробуй найти смысл и логику в этих играх. Синий человек-ёж, который может бегать на сверхзвуковой скорости, собирает колечки и... Ну, в принципе, бывало и хуже. Гораздо хуже. Взять хотя бы эпичное творение Сумеречного Разума, которое называется Читамэн. Ладно, отхожу от темы. Игра, о которой мы сегодня говорим впервые, появилась в 1991 году. И поскольку смартфонов тогда не было, она вышла на приставке Sega Genesis, более известной под идиотским названием Sega Mega Drive. С течением времени выходили новые игры о Синем Еже, персонаж обрастал собственным фэндомом, а также вполне официальными комиксами и мультфильмами по игре. Постепенно менялся и сам персонаж. Становился выше, стройнее, может быть, даже взрослее. И вот, спустя примерно 23 года со дня рождения Соника, настало то, что мы называем настоящим временем. Думаю, ты знаешь, что это самое настоящее время имеет одну характерную черту. Чёртово человечество начисто растеряло всю фантазию. Бесчисленные ремейки и приквелы – вот что сейчас в моде. Может быть, потому что раньше трава была зеленее, а небо выше, но скорее всего потому, что мозги устоявшихся разработчиков уже успели изрядно подзаплыть жирком. Ведь зачем придумывать новое, когда гораздо проще переделать старое и снова продать его? Всё это печально. По крайней мере, по моему скромному мнению, которое я скромно считаю единственно правильным. В то же время, всё это не относится к нашему сегодняшнему пациенту. Такие вот двойные стандарты. Дело в том, что сейчас уже довольно трудно найти оригинальную приставку, и ещё хуже обстоит дело с работающими картриджами. А вспомнить старые времена-то хочется всем. Так что выход самого-самого первого Sonic the Hedgehog на мобильных платформах – это очень даже хорошо. Не знаю, стоит ли вообще хоть что-то говорить об этой игре, потому что я как-то очень сильно сомневаюсь, что хоть кто-то может не знать, что происходит в Сонике. Но раз уж тут у нас обзор игры, а не какой-то экскурс в историю, то всё же надо сказать пару слов о том, что из себя представляет Sonic the Hedgehog. Ну, во-первых, это действительно узнаваемый и знаменитый персонаж. Во-вторых, динамика и скорость. Уровни крайне быстрые и динамичные, и ты получаешь настоящий кайф, пробегая по ним на огромной скорости, которую может развить Sonic. Что касается именно той версии, о которой я сегодня говорю, возможно, ты подумал, что это всего лишь порт. Например, у меня на компе стоит эмулятор оригинальных игр с Sega и Dendy. Так вот, этот самый Sonic – это не порт. Это полноценно перенесённая на новый движок игра. Естественно, она имеет преимущество перед оригиналом и является, так сказать, более адаптированной под требования современного оборудования. Во-первых, поддерживается широкоформатное разрешение. Что логично, учитывая, что сейчас мы именно с таким разрешением дело и имеем. Во-вторых, фреймрейт. Поддерживается частота обновлений 60 кадров в секунду. Так что мама уже не сможет говорить тебе, что ты испортишь глаза, как она делала это 15-20 лет назад. В-третьих, добавлены некоторые интересные фишки. Например, в меню игры можно выбрать режим гонки на время. Я, правда, его не выбирал. Вообще ненавижу, когда в играх тикают таймеры. Тем не менее, этот режим есть. Ну и, конечно, добавлена система достижений. И теперь ты сможешь похвастаться перед друзьями своей скоростью и количеством собранных колечек. Короче говоря, советую эту игру олдфагом, чтобы было на что поностальгировать. И ньюфагом, чтобы им достался свой кусочек счастья. На сегодня это всё. Если понравился обзор, подписывайся на наш канал, ставь лайки и делись с братюнями. С тобой были Николай Подгурский, Фёдор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok